всем привет я таня рада видеть вас у себя на канале если у вас новогодний настроение за окном у меня сейчас октябрь настроения новогоднего у меня нет но я принимаю участие в проекте 91 до нового года который организует валя это уже пятый выпуск этого проекта ссылки на валю и на девочек-участниц вы найдете в описании под видео проходите будет очень много интересного вас ожидает три видео в октябре в ноябре и декабре расскажем о наших планах о том как они продвигаются и что в итоге получилось в чем суть проекта суть проекта в том чтобы у нас было 90 дней сейчас уже немножко меньше для того чтобы постепенно подготовиться к новому году делать это все не спеша не в последний момент в общем с чувством с толком с расстановкой и без спешки давайте расскажу что будет у меня в этом видео я хочу рассказать вам о своих планах до нового года касаемо вышивки вязания я хочу дать немножко пользы в этом видео это будет подборка касаемо вышивки вышивка на новогоднюю тематику покажу вам какие варианты мне понравились какие производители в общем может быть что-то для себя вы подберете не успеете выше до нового года подарить и что вообще еще я планирую вам показывать течение следующих роликов также приглашаю вас в телеграм-канал кружева там вы найдете закрепленный пост с вариантами подарков мы с девочками подбираем скидываем туда ссылки какие-то небольшие милые вещицы там для детей для взрослых в общем может быть вы тоже что-то свое добавите или просто посмотрите канал пообщайтесь с нами у нас там очень интересно и так начну с самого такого долгожданного и это будет подарок который делаю сама себе он уже заказан в апреле ближе к декабрю и если вы знаете мои увлечения лаками то можно догадаться что это лаковый адвент в прошлом году я очень хотела но думала что-то думала как-то не решилась и не успела в этом году в сентябре я уже была готова его заказывать это будет адвент от моих любимых скейлов по тематике гарри поттера 7 лаков в общем я жду как буду показывать вам не знаю потому что там конкретно дата когда открываются коробочки все смотрится возможно это будут какие-то короткие ролики которые я буду вкладывать тело на канале вк рутюб дзен где только смогу youtube надеюсь тоже смогу так потом конечно же будут у нас какие-то съемки природы вы знаете без этого не могу белочек снег горы в общем что-то обязательно из этого будет и обязательно в этом году еще одна новая елочная игрушка стеклянная которая должна пополнить мою коллекцию как-то будем выбирать возможно буду заказывать через интернет возможно буду покупать где-то в местных магазинах в общем посмотрим что это будет вот и теперь касаемо вышивки и вязания не то чтобы я готовлю прям конкретно какие-то подарки у меня таких планов нет но если получится у меня связать то что я задумала вернее один из таких как подарок он будет да то будет здорово в общем мой ребенок если ты сейчас смотришь выключи это видео значит первое что я хочу связать для Евы я еще не купила пряжу но я хочу связать для нее буклю из книги вязания по гарри поттеру есть у меня две книжки да то что спицами букля я хочу все таки связать нужно съездить купить белую пряжу и какую-то черную может быть их компаньон какие-то шашибрики или как-то буду вышивать это перышки потом посмотрим но хочу это успеть сделать там вроде не так сложно второе что я хочу для нее сделать ну не то чтобы подарок да но вот до нового года наверное не хотим бы хотелось связать в общем у меня есть вот такой образец это китайская пряжа из того что я снова тестирую и пробую она идет в таких вот маленьких бобинках здесь 60 процентов ангоры я вязала в три нитки мне понравилось получается нежно не мега пушистая я вязала из 80 процентов не знаю насколько прям разница должна быть но она пушистая пушистая видно хорошенько приятно короче хочу двойную шапочку обычную шапочку блини из этой вот штучки связать надеюсь все получится на спицах три-четыре в общем полотно хорошенько дальше у меня помните вот такая прекрасная синяя пряжа ну просто великолепно значит это тоже китайская пряжа люксовая с альпакой и эластаном она садится после этого и я набрала уже я хочу связать мужу шарф вот вижу резинкой 2х2 тут в принципе не важно было как вязать потому что все это кто сплющивается ничего не видно но подваливается очень классно в общем я уже начала интересно сколько на это все дело уйдет у меня пряжи и когда мне захочется чего-нибудь такого отвлечься и вот когда не знаю что делать вяжу носки да и у меня ждет своего часа вот такая прекрасная лана гроза рождественская я бы связала себе носочки и скорее всего даже отмотала бы чтобы они были одинаковые да пока что по вязанию планы у меня вот такие у меня есть еще процесс вообще просто процесс визуальный но наверное это как-нибудь я в другой раз вам расскажу и покажу я сегодня очень очень тороплюсь потому что я записываю этот ролик уже во второй раз знаете почему первый раз на не получилась моя камера фокусировалась время на этой елке и не хотела меня снимать дальше у нас будет большая секция про вышивку значит первое что я конечно же делаю каждый год вспоминайте кто меня смотрит всегда я вышиваю игрушку на пластике жертв птица очередная у меня вот такой милый деревенский домик я начала вышивать еще в августе у меня уже готова одна часть здесь нет никакого бисера но есть зато бэкстич вышивать не скучно я изначально перепутала маленько цвета потому что это известная известная беда набора в жертв птицы когда у них было вот этих старых наверное да когда у них на сером фоне серые значки еще какой-нибудь темно-серая светлость и я их перебудала в общем говоря мне пришлось тут довольно большую часть перепарывать потому что со снегом было не то вот вторую часть еще возьмусь быстро вышивать довольно быстро вот на вот эти кусочки оставшиеся которые отрежутся у меня есть определенные планы давайте сразу про них сейчас расскажу одновременно с процессом значит моя мой органайзер смолины тут различные остатки от наборов неизвестные по номерам да это какая-то гамма финка что-то там еще и демси которые покупались под авторские схемы вышивали и решила что он что-то надговато у меня как-то уже тут уже пытается не вылазить надо куда-то одевать плюс у меня есть отрезы равномерки купленные тоже которых чего-то ждут и я решила сделать себе такую отвлекалочку вышивалочку на пинтересте идеи это нашла что у меня получается в общем я вышиваю бабушкин квадрат подбираю какие-то цвета придумываю какие-то узоры в общем тут фактически кроме вот обычного такого ушкиного квадрата который я планирую повторять просто в разных цветах на данный момент остальные все узоры они вообще все разные то есть тут такой спектр чего ты можешь придумать просто обалдеть я рисую цветовые схемы этих квадратов и в все укладываю если хотите присоединяйтесь хэштег вышиваем бабушкин квадрат вот там понятно что не подписаны цвета потому что большинство цветов я не знаю если использую демси я подписываю какой-то цвет но если нет значит можно использовать просто как основу подбирать свой цвет и компоновать как вам нравится или вообще вышивать как вам нравится в общем мне нравится такая штука нравится 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 тебе нравится? Хочу вышить и просто в какую-нибудь простую рамочку, вот это наконец-то себе на стену прилепить. Так вот, у меня же останется пластик, кусочек. Мне подумалось, что как раз вот такой небольшой квадрат очень классно вышить из остатков на этом пластике. Две штуки, да, также сшить, как обычно этот шар, это от жар-птицы вышивается елочный и сделать или елочную игрушку опять же, или какой-то брелочек может быть, то есть такая небольшая какая-то штучечка, которую можно как сувенирчик дополнить в подарок. Я планирую такое делать, скорее всего буду маленечко снимать, как буду делать и наверное в ноябрьском видео вам покажу. Пока что план такой. Ну и если все получится и я надеюсь, что получится, то я как-то оформлю вот эту вышивку, вы ее видели в прошлом видео, кто не видел, показываю. Это вот такой огромный сэмплер. Для меня он исключительно новогодний. Так, надеюсь, фокус на мне. Для меня это снежинки. Снежинки, почему они зеленые, не знаю. Вот у меня вот это вот новый год. Я подправила тут цвета все сама и мне бы хотелось оформить хотя бы как-нибудь, хотя бы как-то натянуть, может быть, на какую-то раму без багета, без стекла. Посмотрим. Мне почему-то вообще хочется без стекла. Не знаю, мне стекло почему-то не нравится, но без стекла оно будет пылиться. Вот, и мне надо еще это все сфотографировать, потому что все это участвует в процессе, ой, в процессе, в челлендже Big Sampler Challenge, который в ВК проходит. И я хочу все-таки сделать какую-то красивую фоточку в лесу, что-то такое очень атмосферное. Вот. На этом, в общем-то, по вышивке то, что я планирую все. И полезный блог у нас теперь с вами в конце. Я буду говорить про подборку вышивок на новогоднюю тематику. Это какие-то елочные игрушки, это какие-то фигурки, герои сказок и прочее. Значит, все ссылки опять же я оставлю в описании. Первое, что я порекомендую от НП-студия, конечно же, их жар-птица. Это елочные шары с бисером, без бисера, куча вариантов. В этом году вышли новые варианты. Там у них же есть сказочные герои, Дед Морозы, Снегурочки и прочие домики, елочки, леденцы. В общем, много чего можно выбрать. И есть у них также еще вышивка на фетре похожая. Мне кажется, для варианта для детей подарка тоже почему бы нет. Или вместе с детьми повышевать. Вот. Мне кажется, очень здорово. Может быть, и как подарок, и как... То есть, и подарить, и вышить, и подарить. В общем, два варианта, да. Потом Надежда Григорьева. Конечно же, ее в Хогвартсе я вышивала. У нее наборы электронных схем. Там прям есть советские игрушки елочные. Можно прям большими купить сетом таким, да. Можно поштучно. Можно, я увидела у него вообще наборами. Прям там ниточки, мулине, пластик, схема. В общем, без проблем. Есть котики. Всего это котика, да. И внутри у него там разные наполнения. Мне тоже очень понравилось. Потом еще из дизайнеров это Ирина Коноплич. У нее прикольная серия. Это бутылочки, в которых разное наполнение. И вы можете, зная, что нравится человеку, которому вы хотите сделать подарок, выбрать что-то вот с наполнением и вышить. Сделать, опять же, какой-нибудь там брелочек или игрушка на елку. Пожалуйста. И еще есть Елена Ше. У нее есть схемы с носочками. Мне кажется, классный подарок. Есть, по-моему, на деревянной основе, на пластиковой. Надо посмотреть у нее там в группе, где брать эти основы. Тоже носочки с разным наполнением внутри. И то, что я нашла на озоне, это радуга бисера. Да, радуга бисера. У них тоже есть тюлочные шары. Ну, то есть там все из бисера только вышито. Мне очень понравилось. Я точно себе какой-нибудь набор возьму. Прям смотрится шикарно, очень ярко. И второе, это бабушкино ремесло. У них вышивка на пластике, небольших фигурок. Там тоже как-то наборами. Но у них есть прикольные гномы, Дед Морозы, какие-то елочные украшения. То есть тоже, как вариант, можно посмотреть вот эти вот наборчики. Вот. Надеюсь, это вам пригодится. Вы уже с нами потихонечку начнете подготовку к Новому году. Это у вас пройдет все спокойно, без спешки. Смотрите видео других девочек. Ищите для себя что-то полезное. Присоединяйтесь к нам в Телеграм-кружево. Пишите свое что-то полезное. На этом все. Увидимся с вами в ноябрьском видео и посмотрим, какие были продвижения. Пока!